Что итальянцы привезли на Урал, как будут применяться промышленные новинки и каковы перспективы развития медицины. Об этом и не только говорили в рамках международной выставки Инопром. Там побывали первые лица страны. Впервые выставку оценил председатель правительства России Михаил Мишустин. Футуристическая атмосфера здесь повсюду. Выставка Инопром притягивает множество посетителей. В этом году на Урал съехались более 40 тысяч гостей, представляющих 600 индустриальных компаний со всего мира. Масштабный промышленный форум посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Представлены действительно интересные и перспективные проекты. Нам есть что предложить нашим международным партнерам. Уверен, многое из того, что здесь увидят гости и участники Инопрома, откроет для них новые возможности. В рамках международной выставки Инопром проходит множество важных деловых встреч. В непростое время пандемии особое внимание председатель российского правительства уделил здравоохранению Среднего Урала. По просьбе губернатора Евгения Куйвышева 230 миллионов рублей будут выделены для переоснащения детской областной клинической больницы. А через несколько лет в Екатеринбурге появится первый в Уральском федеральном округе медицинский кластер. На его площадке разместятся несколько лечебных и научных учреждений. Ни охрана материнства и младенчества, Уральский медуниверситет, детская и взрослая больницы, травматологическое отделение, инновационный онкоцентр и другое. Михаил Мишустин обещал выделить на реализацию этого проекта федеральные средства. Как отметил Евгений Куйвышев, медицинский кластер будет обслуживать сложных больных со всей Свердловской области. Кроме того, он призван решить кадровую проблему в здравоохранении. Очень важный проект, который сегодня мы с вами обсуждали, это медицинский кластер. Это уникальные специалисты, которые сегодня работают в перинатальном центре у вас, они известны по всей стране. И очень важно, что мы с вашим участием договорились о схеме финансирования, соответствующие средства будут выделены. Также в рамках выставки состоялись переговоры между уральскими и казахстанскими компаниями. Участие в диалоге приняли 9 компаний Казахстана и более 30 предприятий Свердловской области. Гостей приветствовал председатель торгово-промышленной палаты Михаил Козлов. В рамках встреч был подписан меморандум о сотрудничестве ряда казахстанских компаний и уральской торгово-промышленной палаты. Как отмечают участники подписания, это важно для поддержки и развития торговых отношений Свердловской области и Казахстана. Главным иностранным партнером инопрома в этом году стала Италия. Неудивительно, что здесь красуется, к примеру, гордость итальянского автопрома. Впрочем, взгляд притягивает практически каждая новинка. Это для международной выставки уже традиция. Алексей Вербицкий, Евгений Шилов, новости Первого Уральска. Международная выставка инопром стала важным событием для всей Свердловской области. Ее уже посетили десятки тысяч уральцев. Многие пристально следят за ее проведением. Мы спросили первоуральцев о том, какие достижения науки и технологий, представленные на выставке, впечатлили их. Там все достижения современности, промышленности предъявляются. И не только в промышленности, но и в социальной сфере тоже бывают выставки. Сами не были? Один раз должны были поехать, не получилось. Очень жалею. Там более-менее современные технологии выпускаются, вертолеты, все дела. Максимум из новостей слышал, но не более. Робототехнику, потом что там еще, картины, выставочные залы, что там еще представляют. Различную музыку, направление, ну вот такое. Не ездил, не смотрел. Ну пускай показывают то, что делают люди. Это же хорошо, когда-нибудь что-нибудь будет новое в нашей жизни. Люди занимаются разработками. Наверное, хорошо. На промо, это, конечно, для нас, это, конечно, очень хорошая штука. Это для молодежи все такое. Она обязательная штука.